Причины нарушения речи у детей Причины нарушения речи у детей Негативное влияние некоторых неблагоприятных факторов на плод в период беременности и родов Недостаток Общение с ребенком родовые или послеродовые Поражения мозга, травмы и повреждения головы у детей младше 3 лет Плохая наследственность Анатомические особенности Своеобразное строение челюстей Привычка сосать пальцы Психические травмы Испуг длительная напряженная Ситуация в семье Особенности нарушения речи Речь человека быстро развивается в первые 3-5 лет жизни Под нормальной речью подразумевает внятное проговаривание ребенком всех букв Различают следующие основные речевые недостатки Афония Дефект произношения звуков дислалия проявляется дефектой фонетики заикания Прерывистый ритм Отсутствие плавности бродилалия Неестественное замедление темпа тахилалия Слишком быстрая речь ренолалия Патология тембра Дезартрия Недоразвитие нерва Связывающего речевой аппарат И мозг Афазия Потеря речи при поражениях ЦНС Алалия Недоразвитие речи при поражениях мозга Логопедические нарушения речи Основной формой коррекции речи являются логопедические занятия Перед занятиями проводят обследование ребенка Его поведение в игре, учебе, общении с другими людьми Нарушение речи у ребенка негативно сказывается на его эмоциональном состоянии У ребенка снижается интерес к занятиям, он замыкается в себе Нарушение письменной речи Впервые родители поймут, что у ребенка имеются проблемы с письменной речью при обучении его грамоте Дисграфия Неполное нарушение письма проявляется в повторении одних и тех же ошибок при написании, замене слогов или отдельных Букв нарушения порядка Букв в словах Разрыве отдельных слов при их написании Дислексия Частичное нарушение чтения Проявляется в устойчивых ошибках, обусловленных отсутствием важных психических функций Нарушение темпа речи у детей Темп речи – это скорость речи, ее замедление и ускорение Бывает быстрый, медленный и прерывистый темп речи Различают несколько видов нарушений Речевые запинки, неожиданные остановки речи, прерывание разговора молчанием, тахилалия, патологически Быстрый темп речи, во время которого происходит расстройство речевого внимания Часто сопровождается нарушениями мотория и кибродилалия Неестественно медленный темп речи, чтение и написание слов причинами возникновения Нарушений могут быть внутриутробные пороки, повреждения ребенка в родах Продолжительное воздействие на новорожденного младенца вредных Факторов нарушения функций речи у детей При правильном воспитании в полноценной языковой среде А также при нормальном строении и функции анатомо-физиологических механизмов У ребенка развивается правильная речь Нарушение речи дошкольников Основные нарушения речи у дошкольников – это мутизм, алалия и заикание Если родители вовремя не примут все необходимые меры для нормализации речи у ребенка дошкольного возраста В школьные годы он будет Испытывать трудности в учебе и общении В тяжелых случаях дефекты речи становятся причиной отказа ребенка от устного чтения Обучение детей с нарушениями речи Для детей, имеющих нарушения речи, предусмотрена комплексная логопедическая работа Обязательные коррекционные мероприятия Устранение нарушений устной письменной речи Устранение особенностей психического развития Профессионально-трудовая подготовка Учителя, имеющие специальный знание и опыт работы с данной категорией детей, могут заметно улучшить результаты учеников Работа с детьми с нарушением речи Работа с детьми с нарушением речи проводится в дошкольном учреждении воспитателем-логопедом Во время индивидуальных занятий с ребенком важно, чтобы остальные дети не отвлекали его от процесса Лучше всего, если обучение проходит в отдельной комнате или в специальном логопедическом уголке, оборудованном большим зеркалом Во время занятия воспитатель проговаривает материал четко, громко, медленно и требует того же от ученика Занятия проводят не менее трех раз в неделю Игры для детей с нарушением речи Проведение игр с ребенком с нарушенной речью должно сопровождаться эмоциональными движениями, демонстрацией ярких картинок Это позволит снять нагрузку, улучшит качество усвоения знаний, подтолкнет ребенка к речевой активности Волшебные колокольчики Воспитатель предлагает детям прислушаться к звукам, которые издают звенящие колокольчики Когда они звенят тихо, дети садятся на стульчики, когда громко бегают по классу Умный мячик Если воспитатель бросает красный мячик, то поймав его, ребенок называет любое слово с твердым звуком Если воспитатель бросает желтый мячик, малыш произносит слово с мягким звуком Чистоговорки Детям предлагают повторять за преподавателем или самостоятельно придумывать стишки, например СА-СА-СА, где сидит А-СА ЗА-ЗА-ЗА прибежит коза Коррекция нарушений речи у детей Если в 3-4 года малыш проговаривает не все звуки, это норма А если нарушение речи присутствует у 5-летнего ребенка, необходимо Проконсультироваться у логопеда ни в коем случае нельзя закрывать глаза на проблемы с речью у детей Сама собой ситуация может только усугубиться со временем Своевременные индивидуальные занятия с ребенком логопеда-дефектолога помогут исправить имеющиеся дефекты речи родители должны проявить Терпение, ведь успех зависит не только от квалификации специалиста и заинтересованности ребенка, но и от регулярности чистоты Продолжительности занятий нарушения речи у детей, возникшие в результате травм, исправляют в стационаре или реабилитационной клинике Тяжелые нарушения речи наиболее тяжелые нарушения речи, алалия, афазия, заикания и различного типа дезортрии Возникают они вследствие воздействия неблагоприятных внутренних и внешних факторов Употребление алкоголя, курение беременной женщины, эндокринные заболевания будущей матери, токсикоз, несовместимость крови матери И плода приводят к нарушению развития и появлению речевой патологии Неблагоприятные условия, приводящие к тяжелым нарушениям детской речи, заикания может появиться у ребенка, родственники которого Имеют аналогичный дефект Недоразвитие происходит у хорошо слышащих детей, которых воспитывают глухие родители дети с тяжелым недоразвитием Речи страдают от нарушений памяти неустойчивого внимания и отклонений в проявлении эмоций следования четким указаниям логопеда Соблюдение всех рекомендаций специалиста, регулярность занятий и конечно же настойчивости терпения родителей Все это в совокупности приведет к необходимому результату в формировании правильной речи у ребенка Субтитры создавал DimaTorzok